ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Собственно, кроме Resident Evil 4, игр такого уровня в том году было только две. Это God of War для PlayStation 2 и наш ненаглядный Фаренгейт. Игра поступила в продажу 12 февраля 2007 года. Локализацией в России занимается компания Новый Диск. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2,5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 256 МБ видео, а также 7 ГБ на жестком диске. И очень рекомендуем приобрести геймпад. Геймплейная игра связана со своими Resident Evil родственниками не больше, чем сюжетно. Вместо неторопливого сурвайвл-хоррор геймплея, скоростной экшен высшего класса. Основное оружие — пистолет, а всё остальное — автомат, снайперская винтовка, РПГ — используется лишь по праздникам. А если главного героя взяли за жабры, начинается мини-игра изнасилы рукоятку геймпада. Что касается баланса, то он выверен филигранно. Патронов хватает ровно настолько, чтобы добежать до очередной нычки. Благодаря зональной системе повреждений врагов можно ранить в ноги. Наша оценка геймплея — 4 балла. Персоналки не позволяют полностью погрузиться в ощущения от игрового процесса. Одна из причин заниженной оценки геймплея — графика. Ужасные текстуры даже при разрешении 1280 на 1024. А именно в этой игре картинка должна быть одним из главных элементов. Так и было на консолях, но в PC-версии отсутствуют тени и динамическое освещение. Не хватает полигонов в моделях, а устрашающий мрак сменился на пасмурную погоду. 3 балла за графику. Наш совет вам. Если не хотите портить впечатление от действительно хорошей игры, в Resident Evil 4 лучше играть на консоли. И графика будет отменная, и управление удобное. А игровой процесс затянет не на один день. Наша общая оценка игры для PC-версии — 4 балла. Resident Evil 4 — безусловно игра выдающаяся, но испортить её неуклюжим портированием проще простого. Для этого нужно всего ничего, оставить баланс и управление, как есть, не подгоняя под стандарты PC. Как подсказывает опыт двух частей Анимуша и Devil May Cry 3, Capcom на такое вполне способна. Тем не менее, недооценивать такое событие никак нельзя. Всё-таки Resident Evil не заглядывал в наши края без малого 7 лет. И сейчас мы, как всегда, ответим на ваши вопросы по прохождению и дадим полезные советы. Первый вопрос. А подскажите, а как пройти заставку с катящимся камнем? Отвечаем. Надо использовать левый и правый шифт. Следующий вопрос. Не понимаю, а мышью в игре пользоваться вообще можно? Отвечаем. В игре не предусмотрено управление мышью, но зато есть программа, которая позволяет играть с мышью. Если не знаете, где взять эту программу, учитесь пользоваться поисковыми системами. В будущем это вам очень пригодится. А ещё нам показалось, что при использовании мыши врагов слишком легко убивать. Теперь маленький совет. Если вам нужно срочно делать ноги от кучи зомби, нажмите комбинацию Ctrl плюс S. Тогда Леон резко развернётся, и дальше всё будет зависеть только от вас. Следующий вопрос. Что даёт уничтожение 15 сних побрякушек? Отвечаем. Надо расстрелять 10 пурпурных медальонов и зайти к торговцу. Он даст бесплатный пистолет. Заходим в меню оружия и покупаем его за 0 монет. Следующий вопрос. Что нужно делать в клаве 2-3, когда на меня наезжает грузовик? Отвечаем. Надо стрелять в грузовик, а конкретно в стекло и радиатор.